Дарбука, Джамбэй, Сурда, Маракакао, Бонги, Конги – лишь небольшая часть коллекции музыкальных инструментов группы Бугарабу. Всего их несколько сотен – духовые, шумовые, струнные, но в основном здесь ударные, привезенные со всех уголков земли и даже сделанные своими руками, например, из ведра и фрагмента кожи от литавров. 15 лет ему. И у каждого свое имя, своя история и неповторимое звучание. Девушка несла воду в кувшине и разбила его, принесла домой, расстроилась, но родители ее не наругали, склеили, сказали вот там, вот с дыркой можно уже на нем играть. С тех пор вот такой получился Уда. Этот инструмент называют королем перкуссии. Это индийский ударный инструмент, называется табло. Он используется в классической музыке Индии. Это очень древний барабан, известный около двух тысяч лет. Сделанный, значит, малый, который сам называется табло, из дерева и кожи. Большой называется бая. Он металлический и тоже вот из кожи. В этом году группе этнических ударных инструментов Бугарабу исполнилось уже 17 лет. И все в одном составе – Юрий, Найман и Абликим. Сейчас они выступают совместно с оперной певицей Венерой. Этот неожиданный творческий тандем породил оригинальное музыкальное направление. Сейчас мы создаем музыку в стиле драм-н-опера. Это стиль, который мы придумали. Почему драм-н-опера? Ну, в общем-то, это говорит само за себя, то есть барабаны и оперный вокал. Вот этнические барабаны народные, так как мы используем барабаны народов мира. Не только барабаны, их и удочки есть, и биджи-видо. Музыканты много путешествуют и практикуют восточные техники самосовершенствования. Сейчас они набирают группу, будут обучать детей своему искусству, делиться знаниями. Кстати, скоро выйдет их новый альбом. А услышать выступление группы вживую можно будет 15 ноября на фестивале в Центральном городском музее. И там вы сможете на себе испытать волшебные звуки бугарабу. Эти музыканты не только виртуозно играют на диковинных инструментах. Их ритмы затрагивают тонкие струны души.